Субтитры делал DimaTorzok Я хочу Снимать видео Игры и все остальное Освободил место на жестком диске Сейчас покажу сколько у меня места свободного Здесь написано 81 гигабайт свободен Должно хватить Давайте посмотрим Что такое Чили Так, это мы закроем Это мы закроем Это мы закроем Это что? Так, это я не буду закрывать Тык-тык-тык Ольга Бузова Кто такая? Тетя такая Так, итак, Чили 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 Википедия Конечно же Википедия Куда еще нажать? Я не знаю, куда еще нажать Автографии есть? Ну-ка Как интересно А где еще фотографии? Еще фотографии Ну, какие места интересные Это перец, да, Чили Какая гора Так Так Республика, Чили Да Государство Можно текст Можно буквки, кстати, увеличивать И уменьшать Зажимая клавишу Control Control И кручу колесо мышки Вперед-назад Буквы увеличиваются Буквы уменьшаются Текст Очень оптимально иметь 30-ти дюймовый Как у меня Видеомонитор 30 дюймов по диагонали Так, вот где Чили Северная Нет, не Северная Южная Америка Вот это По краюшку Как мы видим на карте Справа Там горы Горная страна А как горы называются? То ли Анды То ли Кордильеры Как-то так А как узнать? Колонизация Оглавление Географические данные Климат Какие горы там? Ну-ка, что у нас тут? Увеличим Аргентина рядышком Аргентина рядышком Боливия Боливия в Америке? Ну и как Горы называются? Анды или Кордильеры? Где тут написано? Атлантический океан Пуэрту Монти Ладно Пойдем другим путем Анды Где там Капитана Гранда Искали в Андах? Анды Нет Картинки нам сейчас Не нужны Южная Америка Чили в Андах Анды в Чили Солнце в Чили Итак Моя цель Записать Игру А где камера? Где мое лицо? Где мое лицо? Я не вижу Только что было Здесь Показывать Куртор Куртор Видеосветкамера Добавить Окей Я не вижу опять своего лица Что же ты будешь делать-то? Так Ладно Может быть Будет видно На видео Сейчас Во время записи видео Я не вижу своего лица В углу экрана Оно пропало А было Ладно Запускаю игру Факторио Посмотрим Это работает Так Вибрация Вибрация работает Мои наушники С вибрацией Даже Факторио Сколько игр? 234 Факторио Запущу Вот так Запустить Я В игры Играю Чаще всего На английском языке Хотя Они есть И на русском То есть Можно Играть на русском языке Можно играть на английском языке Факторио Можно играть на русском языке А я играю на английском Все равно Так что Манипуляторы Это Инзертеры Железнодорожная станция Это Трейн стоп Кофе Кофе Содержит Психотропные вещества Которые Изменяют Сознание Человека Что означает Что человек Под действием Психотропного вещества По другому Себе ведет По другому Говорит По другому Мыслит Загружаемся Как мы видим Здесь у меня Список сохранений 2015 год Файл сохранения Несовместим С текущей версией Написано 2017 Тоже 2018 Да 2018 год Можно загружать Это была Сетевая игра У меня Сетевая игра Последняя игра Вот эта Я и начал играть 8 ноября 2018 Года Наиграна 218 часов На карте А За последние Две недели Я играл 47 часов И всего В игру Факторию Я Просадил 507 часов Здесь статистика Показывается Также могу добавить Что Игру я купил Лицензионную В конце Года 2017 За 500 рублей Игра И еще Около 200 рублей Саундтрек 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 Получается 700 рублей Я дал За игру То есть 500 рублей Игра 200 рублей Дополнение 218 часов Игры Что же Чего я добился Чего я достиг Ну во первых С чего начать С конца Или сначала Покажу Достижения Нет Не достижения Покажу А Почему бы и нет Покажу достижения Это моя Первая В стиме Идеальная игра Что это значит Что я получил Все достижения В этой игре Это было Непросто Ой Нет Вот это Все достижения Построил Поезд Исследовал Нефтепереработку Исследовал Все технологии В игре Закончил Игру Игру Можно закончить Если ты Если ты Построил ракету И запустил Ее в космос Со спутником Надо построить Спутник Спутник Запихнуть В ракету И ракету Запустить В космос И тогда Игра пройдена Следующее Достижение Заставить Чужих Атаковать тебя Из-за Загрязнения Воздуха Я загрязняю Воздух Потому что Мои фабрики Работают Мои Майнеры Работают Мои нефтеперегоны Аппараты Работают Нефтедобытчики Все загрязняет Воздух И атмосферу Так Автоматическая Конструкция Достижения Построить Построить 100 машин С помощью Роботов Это было Не сложно В принципе Так Построить Самое последнее Достижение Которое получил Было Вот это Все сделал Правильно Называется Построить С помощью Роботов Больше Фабрик И машин Чем Вручную Вручную Я успел построить 40 тысяч Фабрик Прежде чем Построил 40 тысяч Фабрик С помощью Роботов Ну фабрики Это имеется ввиду Электровышки Конвейерные Ленты Их много Очень Десятки тысяч Конвейерных Лент Так Играю я Сейчас То есть Вот эти 200 часов Я наиграл В одиночной Игре На Настройках Карты По умолчанию Игра сбалансирована По умолчанию То есть Это не мирный режим Жуки Тебя Атакуют Постоянно Продолжаю Автоматическая Очистка Достижения Разрушить 100 объектов С помощью Строительных Роботов Следующее Достижение Получить Груз С помощью Логистического Робота Следующее Достижение Получить 10 тысяч Предметов С помощью Логистических Роботов Логистические Роботы И строительные Роботы Летают Только летают Они не ходят По земле Сейчас мы видим Как они летают Они сейчас летают Сравнительно быстро У них сейчас Прокаченная Скорость Дальше Следующее Достижение Построить Железную Дорогу Длиной Километр У меня Сейчас Много Километров Построено Быть Раздавленным Локомотивом Поезд Должен тебя Сбить Насмерть Тогда Получишь Достижение Голем Надо Одеть Энергетические Щиты Защитные Много Зарядить Их Полностью И встать Под поезд И ты Получишь 500 урона 500 урона И выживешь Достижение В этом заключается Выжить Получив 500 урона Следующее Достижение Построить Локомотив За первые 90 минут Игры Очень сложно Я играл С моим Другом В стиме Чтобы получить Это достижение Следующие Достижения Идут По производству Я давно Получил Достижение Не помню Как я их делал Но это был Мультиплеер Произвести 10 тысяч Зеленых Чипов За час А Или не за час Нет Даже не за час А вообще Произвести 10 тысяч Следующее Достижение Миллионы Зеленых Чипов 20 миллионов Зеленых Чипов А дальше Сложнее Тут Произвести Красные Чипы Тысячу В час Следующее Достижение 10 тысяч В час Следующее Достижение 25 тысяч В час Самые Сложные Дорогие Синие Чипы Процессing Унит 500 В час Я сейчас Произвожу Несколько Штучек В час Достижение Я уже Получил В прошлых Играх Также Синие Чипы 1000 В час Синие Чипы 5000 В час Железный Трон Производить 20 тысяч Железных Пластин В час 200 тысяч Железных Пластин В час 400 тысяч Железных Пластин В час Солярис Солярис Это Латинское Слово Солярис Есть Такой Фильм Солярис Солярис Означает Солнечный Это Перевод С латинского Я проверял Достижение В том Чтобы Производить 10 Гигаджоулей В час С Солнечными Панелями Следующее Достижение Разрушить 10 Гнезд Жуков С помощью Танка Врез за танком В гнезды Жуков Следующее Достижение Пироманьяк Разрушить 10 Тысяч Деревьев С помощью Огнемета Следующее Достижение Уничтожить 100 Деревьев С помощью Танка Надо танком Наехать На 100 Деревьев Надо будет Его ремонтировать Он ломается От деревьев Ну правда Танк крепкий Но все равно Надо будет Ремонтировать Дальше Миньоны Заставить 100 роботов Летать с тобой Боевые роботы Не дешевые Они не дешевые Но надо их Прокачивать Чтобы Чтобы 100 Штук Летало Чтобы тебя Сопрожидало 100 Боевых роботов Нужно их Прокачивать Ленивый Ублюдок Так написано Достижение Выиграть Игру Построив 111 предметов Вручную Не больше Чем 111 предметов Вручную построить Это значит Что Все Строится С помощью Фабрик Все остальное А 101 предметов Вручную Это Довольно Сложное Достижение Здесь написано Что Достижение Будет получено Если вы Не построите Ни одной Солнечной панели И выиграете Игру То есть Нужно Сделать Что Нужно Сделать По моему Научных Науку Не нужно В эту Сторону Прокачивать Просто Запустить Ракету Как-то Наверное Так Так Дальше Дождь Из Пуль Это Не просто Достижение Такое Получить Не Использовать Лазерные Турели Лазерные Турели Это Очень Нужная Вещь И Нужно Получить Достижение Не Используя Лазерные Турели У вас В распоряжении Огненные Турели Которые Напалмом Я их Еще Не Пробовал Напалм Жгут Своих Врагов Есть Турели Которые Пулями Стреляют Но Турели Которые Стреляют Пулями Очень Дорогие В использовании Очень Много Железа Уходит На Пули Пуль Много Вылетает Пули Нужно Производить Непрерывно Следующее Достижение Логистическое Эмбарго Выиграть Игру Без Использования Активных Провайдеров Активные Провайдеры Буфер И Реквестер Чест Это Короче говоря Сундуки Синие Сундуки Зеленые Зеленые Актив Провайдеры Наверное Фиолетовые Нарисован Здесь Фиолетовые В общем Использовать Только можно Получается Желтый Сундук Желтый Сундук И наверное Можно использовать Красный Сундук Остальные Сундуки Не Использовать Тогда Получите Достижение Дальше Нет Следующее достижение Нет времени На Чит Чит Чат В общем Закончить игру За 15 часов Достижение И следующее достижение Закончить Игру За 8 часов В статистике Steam Самое сложное Достижение Это Вот Вот это Получить Выиграть Игру За 8 часов Самое сложное Достижение В статистике Самое редкое И вот здесь Секретное Достижение По моему Такая фраза Есть В фильме Который Недавно Смотрел Называется Фильм Автостопом По галактике Мне понравился Этот фильм Достижение Заключается В том Оно называется Спасибо за рыбку Спасибо за рыбку Чтобы получить Это достижение Нужно Построить Ракету Вместо спутника В ракету Положить рыбку И отправить Ракету в космос Получите Достижение Пока играл Получил Некоторый опыт Я в этой игре Кое-что Изучил Кое-что Понял У меня Самого Много вопросов В этой игре Это бета игра Она еще Бета Бета значит Не готова Но продается И можно В нее играть Особо сильно Меня никто Не атаковал Потому что Оборона У меня Сейчас Очень Сильная Последнее Что я Успел Последние Мои действия Были В этой игре Это Установка Артиллерийских Орудий Обалденная Вещь Я просто В восторге Вот я их Только недавно Стал устанавливать Дают Сильный Прорыв Захват Территории Есть возможность Зачищать Огромные Территории От жуков За короткое Время Можно Это сделать Только Артиллерия Хорошо Помогает Без Артиллерии Я пробовал Зачищать Территории Зачищать Очищать Пространство От жуков С помощью Лазерных Пушек Но на это Уходили Часы Много Времени Уходило Так Еще Последнее Что я Сотворил На этой Карте Я построил Сеть Довольно Большую Сеть Из Робопортов Это Логистическая Сеть Так Где у меня Логистическая Вот Робопорт 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 О Это Желтые Бутылочки Пошли по Конвейеру Желтые Бутылочки Так Робопорт Написано Что тут Написано У меня Вот я Навожу Мышку Пунктирная Линия Указывает Направление До ближайшего Следующего Робопорта Также Когда я Навел мышку Справа Появляется Информационная Панель На ней Написано Название Робопорта У каждого Робопорта Своё название Персональное Также В этой игре Персональное Название Есть У каждого Локомотива И у каждой Железнодорожной Станции Железнодорожную Станцию Можно переименовывать Как захотите Причём Можно Железнодорожным Станциям Давать Одинаковые Имена Некоторые Игроки Это Используют Дальше Здесь В панели Написано Здоровье Робопорта Трансмиссия Передачи Энергии Я не знаю Что это значит Скорость Заряда 4 на 1 Мегаватт Это значит Что можно Заряжать Одновременно 4 Строительных Или Логистических Робота Логистический Значит Транспортный Робот Скорость 1 Мегаватт В секунду Какая скорость Непоятно Ну в общем Заряжаются они быстро Мы здесь видим Как они заряжаются Вот Подлетел Зарядился И улетел Заряжаются Очень быстро Дальше Здесь в панели Написано Внешний Буфер Обмена 5 мегаватт Не знаю Что это значит Дальше написано Последний Пользователь Мой Никнейм Bizon Relax В стиме Так Это Сигнализация Что такое Разрушили Робопорт Ладно Это не страшно Что еще разрушили Пушку И одного робота Убили строительного Но это не страшно Красные Круги Это зона покрытия Лазерных турелей Здесь еще На экране Я вижу Мы видим На экране Такие Светлые Красные Круги Не темные Красные А вот такие Еле красные Круги Это Дальность Боя Артиллерии 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 Это Охват Артиллерии Ооо Жуки Нападают Но это не страшно Они Не долго Будут Гулять По моей территории Их Убьют Все равно Как их убьют Да просто Они Во-первых Добегут До сюда Их Расстреляют Пушки А потом Строительные Ровуты Подлетят И поставят Заново Все что Здесь было Разрушено Поставят Робопорт Который Был Разрушен Поставят Турель Заново Лазерную Поставят Электровышки Где у меня Электровышки Вот Разорванная Электропередача Здесь В этом месте Провод Разорван Оторван Ну Эти Почему Оторван Это Наверное Я так Сделал Здесь Нет На карте Синим Квадратиком Отображается Что-то Ображается Синим Квадратиком Робопорт Отображается Нет Что-то Что-то Отображается Разные Объекты Отображаются Синим Квадратиком Ладно Отвлекся Я рассказывал О том Чего я достиг Я еще хотел показать Так Робопорт Я все объяснял Дальше Я еще не все Объяснял По Робопорту Робопорт Дальше На панели Отображается Зона поддержки 50 на 50 50 квадратов Квадрата 50 на 50 А зона Строительства 110 на 110 Это значит Что Транспортные роботы Взаимодействуют На расстоянии 50 квадратов От робопорта А строительные роботы Могут действовать Могут действовать На расстоянии 110 квадратиков От робопорта У строительных Роботов И у транспортных роботов Разные Дальность Действия И дальше Написано Доступные роботы Всего Логистические Транспортные роботы У меня 1799 Всего Из них 1731 Свободный Получается 60 штук 60 транспортных Роботов Летают по своим делам Таскают все Материалы И конструкт Строительные роботы У меня В данный момент 1734 Из них Свободные Бездельники 1725 Я планирую В сеть Добавить 100 тысяч Строительных роботов Они мне нужны Они мне пригодятся Опять что-то разрушили Ага Вот здесь Гнездо Жуков Моя артиллерия До него Не достает И жуки Гуляют И убивают Моих роботов Гады Надо будет Прийти Ну далеко Просто бежать Далеко бежать До них Вот моя артиллерия Видно В этом месте Нет Покрытия Красненького Красные Краски Не находят Значит Артиллерия Не добивает До этого места И жуки Что хотят То и творят Ну это не Ладно Это не очень важно Здесь Большого урона Они не нанесут Дальше Вот они Так выглядят Эти роботы Это Транспортные роботы Да Во время Видеозаписи Немножко Компьютер Как-то мне кажется Медленнее работает Игра Подлагивает Игра Может быть Качество видео Уменьшить Ухудшить Тогда будет Мой компьютер Не тянет Видеозапись Я еще хотел показать Количество Количество Робопортов Которые я поставил В этой сети Я сеть построил Огромную Нажимаю Клавишу L На клавиатуре L L И смотрим Окошко В окошке Мы видим Справа Вверху Называется Надпись Network Номер 6 Сеть Номер 6 Это самая большая Серить На карте 560 Робопортов Я поставил Это последнее Чем я занимался Последние Несколько часов Вот Все сети Все сети Разные Отдельные И Сеть номер 1 Это всегда сеть Это мой Робопорт Собственный Персональный Робопорт У меня есть Я могу бегать И у меня Есть строительные Роботы Которые Помогают мне Дальше Что еще здесь В логической Сети Это логическая Так Члены Это количество Роботов Количество Сундуков Количество Робопортов И Инзертеры Обратите Внимание Инзертер Считает Сколько В сети Находится Материалов В зависимости От этого Если слишком Много Материалов Они Останавливаются Если слишком Мало То Работают Инзертеры Манипуляторы Манипуляторы Загружают Фабрики Материалами И вот Если Например У меня Ограничение Стоит На сундуки Сейчас покажу Сундуки Наверху Вот Сундуки Вот Например Стальные Сундуки Нужно Производить Стальные Сундуки Но не надо Их Производить Непрерывно Мне например Нужно Только 300 Сундуков Это значит Что я Инзертер Могу настроить Он будет Загружать Эту фабрику Сталью До тех пор Пока не будет 300 Сундуков Нажимаю Вот здесь Кнопочка Логистическая Сеть Нажимаю Здесь Инабли А Нажимаю Connect Присоединил Здесь у нас Есть только Здесь Короче Не смотрим Сундук Здесь сундук Меньше 300 Значит Манипулятор Будет Загружать Фабрику Пока Количество Сундуков В этой сети Не достигнет 300 А сколько Их всего Сейчас посмотрим 67 Во всей сети 67 Стальных Сундуков Стальные Печки Тоже 67 Какое совпадение Там 67 Там 67 Стальные Печки Я не использую Больше Потому что Они сжигают Топливо А я пользуюсь Электричеством А топливо У меня Поезда Кстати У меня ездят На дровах Потому что У меня дров 40 тысяч Сейчас покажу 46 тысяч Дерево Это Поезда Могут ездить Долго На этом дереве Ой Как тут Чтобы убрать Окно Фильтра Нужно нажать На эту лупу Мышкой И все Тогда нажимаю Кнопочку Е Окно Прячется Сейчас Сейчас Ближайшее Мое дело Которое я хочу Делать Это Поставить 100 Хранилищ Для Любриканта Зеленая Жидкость Нужна В производстве Конвейеров Синих О У меня их уже 100 Пошел Строить Построю И остановлю Видеозапись Надо Отдыхать Это Моя Я еще не знаю Какое видео Я еще не знаю Какое получится Видео Какой звук Голоса моего Громкий голос Негромкий Еще не проверял Нет Один раз записывал Нормально было Но Я записывал С помощью другой программы Сейчас я поменял Программу Для записи Сейчас я использую Бандикам Бандикам Кажется Программа Интерфейс Красивая Программа Так Построю здесь Вот тут далеко не пойду Вот красные точки Это Пушки Лазерные Турели Вот они Колесико мышки Увеличиваю Уменьшаю Карту А вот Вся моя Карта Вся моя карта. Вот. Светлые квадратики это радары. Радары, радары, радары. Приближаю, 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 приближаю. Радар. Радар открывает территорию. Вот. Сейчас появится квадратика белый. Где? А, он уже открыл всю территорию. Вот. Вот. мы видим радар показал нам что здесь находится жук 65 миллионов железа это при том что настройки баланс карты ну по умолчанию настройки этого была моя большая удача сам большой депозит железа вот он 65 миллионов железа а это железная дорога серая полоска а вот это пассажирская железнодорожная станция называется маккак ларис железнодорожная станция красные точки это гнезда жуков вот жуки злые вредные жуки вот это самый сильный жук бегемот битер здоровье 3000 кто-то меня сломал но это не страшно нападают иногда так строю танкеры а плитку поставить надо плитку плитку поставим об плитка здесь будут танкеры нажимая кнопочку б чертежи знать blue prince blue prince чертежи чертеж танкеры труп у меня труп лету хватит труп нет ну-ка чё в чертеже написано 70 она труба у меня сколько труп а у меня 100 с лишним пойдет беру чертеж и ставлю где-нибудь в любом месте нормально будет так пойдет и мои строительные роботы начали ставить все что тут есть все готово строят 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 так сейчас подлетят другие строительные роботы из сети уже не мои персональные а из сети и добавят вот это все остальное тут я пошли чертеж аккумуляторов забабахал аккумуляторов нету я теперь уже много часов получаю сообщение о том что нет аккумуляторов но аккумуляторы постепенно производится у меня производство идет непрерывно было 600 сейчас осталось тут это поставить и строительные роботы добавляют по одному аккумулятор потихонечку ну где роботы то ладно они это поставят потом сейчас надо трубу подвести к любриканту строительные роботы плитку принесли притащили по плитке быстро бегает мой человечек опять что-то сломалась пушка и страшно летают подзаряжаются и летают и подзаряжаются здесь на у робопорта плитку а вот остальные прилетели о поставят танкеры 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 100 танкеров это жидкости получается два миллиона два с половиной миллиона жидкости любриканта сейчас у меня один танкер только и он полный так пойду пойду подведу трубу подземную только подземную трубы надо только подземные проводить а то их обходить надо если ты по земле проложишь трубу и и надо обходить а это неудобно вот любриканты любриканты труба сломаем нажимаю клавишу q на клавиатуре и получается что у меня в руке этот элемент который я навел на мышку ой клавишу r нажимаю поворот пунктир показывает подземная труба подземная труба вот так вот кладу одну такую трубу а теперь втыкаю подземную трубу еще одну вот так и пошла пошла подземная труба у меня ой так а так просто 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 очень внимательным надо быть при переходе через железную дорогу обращать нужно внимание на светофор вот на этот если мы видим синий кислота вора значит можем и здесь тоже надо поставить синенький светофор а вот видно если синенький значит поезд где-то далеко можно перейти вот так смотрим поезда нет переходим поезд ездит очень быстро даже на дровах он едет со скоростью 250 километров в час пик тут не успеешь переедет ничего хорошего потеряете кучу ресурсов придется загружаться неприятная ситуация будет так продолжаю строительство подлагивает компьютера мощности компьютера не хватает чтобы записывать видео такого высокого качества буду ухудшать настройки вот они любриканты смазка любрика значит смазка смазочный материал труба опа пошли пошли наполняться емкость 2 миллиона любриканта теперь у меня будут емкость одного танкера 25000 жидкости 100 танкеров два с половиной миллиона или или больше двадцать пять тысяч умножаем на 100 это сколько 25 до 20 миллион все правильно так как-то танкеры наполняются не одновременно игра умудряется учитывать состояние жидкости жидкость постепенно перетекает в этом танкере 600 жидкости в дальнем танкере 30 640 жидкости здесь 600 жидкости здесь 50 жидкости жидкость течет игра каким-то образом рассчитывает течение жидкости вот теперь у меня есть запасы на карте надо отметить то забуду потом на карте отмечу маркировку поставлю что это любрикант вот это любрикант смазка здесь производство любриканта мне идет вот эта труба вот отсюда у меня тянется сюда а еще у меня есть жидкости серная кислота ну серная кислота легкая нефть тяжелая нефть 100 танкеров этого 100 танкеров этого 100 танкеров сырой нефти непереработанной здесь у меня станция станции для для пассажирского поезда я называю с буквой п буква пи первое это значит что станция пассажирская а это значит грузовой поезд в котором локомотив и 10 вагонов он на эту станцию если заедет будет нехорошо чтобы не путать я называю пассажирские станции с первой буквой пи также у меня пассажирские станции начинаются на слово радар и еще пассажирские станции я стал давать им название по умолчанию то есть если эту станцию ставишь у нее по умолчанию есть имя какое-то красивое если имя не менять принципе я буду знать что она это пассажирская станция грузовые станции я конечно переименовываю показать как если будет время покажу останавливаю запись солнце в чили сохраняюсь мой надо сохраниться а можно f1 нажать запись остановится но я выйду сначала свернул свернул окошко давай давай похвастаюсь ладно похвастаюсь кое-чем сейчас компьютер отпустит компьютер немножко подвисает почему-то сейчас покажу сколько у меня оперативной памяти кучу денег вложил о 16 гигабайт оперативной памяти у меня у кого столько у кого на ноутбуке 16 гигабайт оперативной памяти у вас ноутбук стоит 100 тысяч рублей или больше ладно останавливаю запись теперь посмотрю что получится